Всем привет, чуваки, с вами Бурбон, сегодня поиграем на Ravent Roleplay и, чуваки, появилась у меня одна неплохая идея. Когда-то я делал видос, который назывался «Такси с вопросами», либо что-то в этом духе, где я находил каких-то людей, сажал их в такси, говорил, что вот давай подвезу, и по дороге задал вопросы. Если он на них отвечал, я давал деньги. Сегодня я хотел бы повторить это, но... Стоп, стоп, стоп. Я придумал кое-что интересное. Вопросы, которые, в общем, ролик будет называться «Такси с подвохом». И вопросы, которые я буду задавать, они просто не имеют смысла. Я нашел просто дико тупые вопросы, которые, эх, просто мозгово начащие. К примеру, первый вопрос, который я уже скопировал. Почему полотенца требуют стирки, если ими следует вытирать только чистые руки? Ну, типа такие вопросы, на которых ответ она просто... Ну, это сами видите, да? И, короче, я посмотрю на реакцию чуваков. Если что, дадим денег. Правда, я сам не обладаю каким-то большим бюджетом, поэтому будем давать по баксов, наверное, 500, я уж не знаю. Ну, да, наверное, где-то по 500 баксов, потому что, серьезно, много денег у меня сейчас у самого нет. Ну, и бесплатно довозить это, соответственно. Изначально я хотел позвать чуваков каких-то в Скайп, чтобы они в Скайпе сонно посидели на пост, и это я подумал, что будет слишком. Ну, просто это, по-моему, это очень. Если вам понравится такой ролик, то можно сделать именно... Позовем кого-то в Скайп, то есть и будем задавать ему наподобие таких очень глупых и просто невероятно тупых вопросов, которые не имеют никакого смысла. Мне кажется, что в Скайпе он просто отключится или сделает такой, типа, ты что, больной ублюдок, что-нибудь? Тут он хотя бы может просто промолчить, сказал, давай я лучше пешком пойду. Ох, ладно, чуваки, посмотрим. И сейчас нужно, короче, мне прописать АТС и ждать, пока кто-то вызовет таксиста. Будем работать по вызовам. Так, а, тут даже три заказа есть. Давайте, ну, два километра, ё-моё, это где-то был Веннер, находится на ВСФ где-то. Это находится на крайне ЛВ, короче, ладно, направляемся туда. Это того стоит, я, по крайней мере, надеюсь. А так, на проекте интересная фича есть, что ты, когда устраиваешься на работу, ты заключаешь контракт, и теперь вот я минимум три часа. Ну, не обязательно работать, то есть просто должен отыграть три часа, чтобы у меня этот контракт прошел. И также, чтобы не, скажем так, МГшить, некоторые вопросы мы будем задавать в IC-чат. То есть, к примеру, этот вопрос про полотенца, но он такой же. То есть, это вот можно представить, что в Сампе тоже есть такие, вот, знаете, шутники, пранкеры. Это пранк, чуваки. Ох, просто написал пранк в названии плюс ток просмотром, образно говоря. Так вот, ведь в Сампе тоже могут быть какие-то чуваки, которые решат задавать такие вот глупые вопросы, поэтому я думаю, что это не МГ. А если будут какие-то вопросы, которые будут там связаны с какими-то там реальными людьми, просто я уж синий читал, там, я приготовил вопросов, наверное, 10. Спасибо большое парню, который меня протаранил немножко, ну окей. Гореть ему в КПЗ 180 минут, говнюк. Ладно, хотя, может быть, сейчас еще хотел меня подрезать, да? Ну, удачи тебе. Я надеюсь, что они сейчас нормально слышны, потому что, я говорю, не очень громко по некоторым обстоятельствам, но просто я подкорректирую звук так, чтобы слышно было нормально, поэтому, возможно, какие-то такие посторонние шумы будут слышны, но это не точно. В общем, да, там стоит какой-то чувак, то есть, вон он рядом, и сейчас, да-да-да, стоит какой-то бомжик, давайте мы бибикаем ему, Ника, садись ко мне. Я же вроде бибикаю, просто играю без звука, нажму на H, вот, все, он садится ко мне. Я вам пишу, добрый день, вы попали в мое небольшое шоу, хотите подзаработать и доехать бесплатно? Сейчас ждем, пока он мне ответит что-то. Слышал, как два парня говорили о поставке наркоты. Ну, чувак, я думал, ты со мной еще РП немножко поиграешь. Он просто, он вышел? Серьезно? Ну, что это за говно? Ну, так нечестно. Ладно, прописываем. Так, вот, 900 метров, вообще, чувак, стоит, как я понимаю, где-то в ЛВМ, около казино, как я понимаю, давайте поедем туда. Заберем его. Просто надеюсь, что они тоже будут мне подыгрывать, в том плане, что хотя бы согласятся. А ты так, типа, это не хочешь принять счастье? Нет. Хорошо, первый вопрос, типа, это тоже будет глупо, согласитесь. Вот, чуваки, нашел парня, который согласился, пишем ему, вы готовы? И сейчас, собственно, зададим ему вопрос. Так, а ехать мне нужно куда-то, но он отметил маршрут, окей. Да, он пишет, да, и давайте прописываем первый вопрос. Почему полотенце требует стирки, если ими следует вытирать только чистые руки? Так вот, и теперь ожидаем ответа от парня. Мне интересно, что он ответит. Типа, напишет, потому что. Я такой, окей, какой вопрос, такой ответ, я согласен. Ну окей, пока поедем потихоньку. И он отвечает, потому что оно мокрое. И гениальный ответ, в принципе, такой же, какой и вопрос. Ох. И под конец спросим, тогда тебе нужно будет заплатить? Можешь оставить отзыв? Как тебе вопрос? Он такой, как? Типа, он уже такой, да ты дебил тупой, ты просто даун, молодец, не ты че вообще делаешь? Наверное, такие у него сейчас эмоции. Хороший вопрос. Хорошо, удачи. И тут подъезжает чувак, дайте ПЖ-2500. Ну, ну ты серьезно, я бедный таксист, который так, он зарабатывает за поездку по 250 баксов, а у меня чувак такой подъезжает и просит в 10 раз больше. Просто отлично. Но, как я понимаю, тут я никого не найду, поэтому мы отсюда уезжаем. В принципе, такой был первый вопрос. И чувак, я думал, что у него будет реакция более такая, знаете, там, где механики. Так, че ты не сел ко мне в машину-то? Я уже уехал, удачи тебе, пацан. Так вот, я думал, что чувак начнет возмущаться, типа, что это за говно, не вопрос. Он такой, хороший вопрос, ладно, давай, удачи, пока. Ну, окей. И следующий вопрос, чуваки, который максимально глупый, просто не имеет никакого смысла. Думаю, что все знают такое поверье, что это, чтобы заснуть, нужно считать овец. Итак, вот, собственно, вопрос. Что считают овцы, чтобы заснуть? Просто, ребята, это гениально, серьезно. Не завидую тому чуваку, которого сейчас буду я подвозить. Он, наверное, находится где-то у мэрии, поэтому отправляемся туда. И я хочу, чтобы меня дико прям послали, потому что, представляете, вы такие, ладно, сейчас отвечу на пару вопросов, я же очень умный. Ох, ладно, следующий чувак, давайте-ка пишем ему то же самое. Он согласился, ну что ж. Так вот, отправляем ему, что считают овцы, чтобы заснуть? Окей, посмотрим сейчас, что он ответит. И он отвечает человече, ну хорошо. Я не знаю, какой правильный ответ у этого вопроса, поэтому напишем, вы угадали. Напишем вот так вот, заработали 500 баксов, играем дальше? И следующий вопрос, наверное, еще более безумный. Почему не упускают корм для кошек со вкусом мышей? Просто, ребята, это гениально. Я не знаю, кто это придумал, на самом деле, я просто это нашел в интернете. Ну, серьезно. Так, он такой, хммм. Сейчас мимо проезжаем, там что-то Марк пишет. Сосаться будешь? Такой, окей, не будем вмешиваться, хорошо. А так, реально, если чувак выиграет, отдадим ему деньги, которые он сработал, Опять же, будем смотреть на его интерактив, то есть, что он сможет ответить на такой просто глупый и бессмысленный вопрос. Ну, серьезно. Мне немножко жалко этого парня. И он отвечает, мышей трудно поймать. Ох, окей, ты прав. И последний, самый сложный вопрос, который мы сейчас ему зададим. И этот вопрос, он просто гениальный. Вот, собственно, если на улице 0 градусов, а завтра должно быть в 2 раза холоднее, то какая температура ожидается завтра? Ох, хах, 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 хах. Вы понимаете глупость этого вопроса? Ну, окей, посмотрим, что ответит он. Ну, и этот вопрос, он абсолютно лишен какого-либо смысла. Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Просто, на самом деле, я, короче, это не хочу деньги никому отдавать. И вот нужно ролик еще пилить, и я, типа, такое вот сделал говно, чтобы просто заработать еще. Это был сарказм? Нет. А это был сарказм? Да. А это был сарказм? Хватит. Он пишет, хм, 0 градусов. Мне кажется, он пошел гуглить. Мне кажется, он просто сейчас достал телефон и начал гуглить. Серьезно. Можно секунд? Да, конечно, можно. Но мне кажется, он просто гуглит. Так, куда его вести-то тут надо? А, все, понял. Он отнесся к этому вот серьезным. То есть, он подумал, что серьезно, я на полных щах, то есть, на серьезных, задаю такие вопросы. Окей. Я уверен, что он просто гуглит. И сейчас он по этому запросу найдет, типа, сайте, типа, тупые вопросы без смысла. Такой скажет, что, меня троллишь, что ты? Я тролля, да ни за что. И он пойдет пешком. И чуваки, на такие вопросы нужно отвечать тоже такую вот парашу, которую он отвечал и в первые разы. Типа, почему у них делают кормы для котов со вкусом мышей? Потому что мышей трудно поймать. Серьезно, трудно поймать мышей. Ну, хотя, может, это и не был сарказм в его словах. Может, он серьезно так думал. Так вот, его последний, я не знаю, еще какой-то чувак звонил. Куба Мартинус. Я такого не знаю, трубку не буду брать. Знаете, от незнакомых людей брать трубки не нужно. Окей. Минус 16? Нет, ну, чувак, нет. А, извини. Ты проиграл. Ну, серьезно, чувак. Ну, ну, я думал, что люди поймут, что это, типа, такие говеные вопросы и начнут троллить меня. То есть, типа, я троню их. Так, ну, ладно, удачи. Давайте напишем. Удачи. Они начнут троллить меня. А он отвечал на все на серьезных щах. Ну, ладно, Энрика Йорк. Возможно, когда-нибудь. Так, какой ответ? Давайте, в общем, мы раскроемся. Нет правильного ответа. Это такси с подвохом. Вот так вот написал. Смотри ролик на канале Бурбон. Себя не пропиаришь, никто не пропиарит. Поэтому давай, парень, удачи. Все, давай, вылазь из такси. Я погнал дальше. Еще кого-нибудь чувака сейчас найду. Ладно, удачи, все. Я ожидал более, такой, знаете, агрессивной реакции, что они начнут, типа, говорит, ты что, охренел? Типа, где мои деньги? Я хотел выиграть, а не вот, ты что, вообще, балбес? Типа, давай мои деньги, я выиграла. И что за говно вопросы? А чуваки такие уже второй подряд, типа, да нет, все нормально. То есть, окей, будет такой вопрос, что бы и нет, хорошо. Поэтому давайте на сегодня попробуем еще кого-нибудь найти, пообщаться с ним, задать парочку вопросов. Если вам ролик понравился, то поставьте обязательно лайк и пишите комментарий. И если берется действительно немало лайков и немало комментов, то сделаем похожую рубрику. Тонко уже будем звать, надеюсь, в скайп, а там уже будут действительно живые эмоции, а не просто текст. Окей. Вот, я нашел. Просто отличный вопрос. Прямо для моего шоу «Такси с подвохом» он подойдет отлично. Так вот, звучит он так. Слышат неглухие шизофреники голоса? Я предлагаю его немножко перефразировать. Я его немного перефразировал. Звучит он так. Детский глухой человек является шизофреником. Он слышит голоса? Окей. Давайте найдем нашу жертву и довезем ее до места. Ха-ха. Вот это, конечно, просто будет круто. Ладно. Три семьсот. Они в одном месте примерно встают. Ладно, поедем туда. И надеюсь, что хоть этот чувак наорет на меня, скажет, что за говно вопрос. Отойди от меня, пожалуйста. Боюсь заразиться. Вот. Отнынещно задал я ему вопрос. Если глухой человек является шизофреником, то он слышит голоса? И посмотрим. Вроде чувак такой вежливый, общительный. Надеюсь, не пошнет меня. Да. Так он глухой. Давайте спросим. Так он же глухой. На что он ответит? А, чувак у меня еще врезался на клубере и не смог завести двигатель. Ой, нет. Так он же шизофреник. Почему он не слышит голоса? Ох, интересно. В реальной жизни, если есть такой чувак, то что ему делать? Ох. Он мне все-таки написал, что да. Я ему пишу хорошо. На самом деле ответ таков. Только по ночам. Ну, такое, я не знаю почему, просто так придумал. Он уже вышел в ФК, думает, блин, может он просто мне довезет. Типа не надо меня мучить. Я просто хотел доехать там докуда-то. Ну, чувак, что с тобой не так? Так, говорит он про меня. И он куда-то вышел. А где этот парень? Он, наверное, подумал, что лучше выйти из игры, чем играть с таким вот чуваком. А я уже подготовил такой хороший вопрос. Может ли человек с одним глазом смотреть кино в 3D формате? То есть, ну, типа, знаете, у них же там у этих очков, там, каждые линзы имеют там собственное свойство. Типа раньше они даже были, то есть, выглядели как красные и синие. Сейчас они просто как одинаковые, но если не ошибаюсь, свойства у них немного разные. И такой вот тупой вопрос. И, наверное, его мы оставим на следующий ролик, если он выйдет. А это зависит все от вас. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что такое видео вам понравилось. Ну, вот взбрело мне такое вот в голову, почему бы и нет. На этом все, с вами был Бурбон. Всем пока, чуваки. Субтитры сделал DimaTorzok